Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на библейском портале «Экзегет». И сегодня мы беседуем с удивительным духовником, игумен Варнава Столбиков. Отец Варнава, он окормлялся у таких известных старцев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, как отец Моисей Боголюбов, отец Кирилл Павлов. Он знал многих духоносных людей, подвижников, и в его роду даже были святые люди. И вот мы беседуем с отцом Варнава, мы сейчас находимся у него в гостях воинской части, поскольку он сам совершает свое служение военной части. И у него удивительный хор, хор военно-инженерных войск России. Отец Варнава человек уникальный, обладает музыкальным образованием, и в то же время он удивительный духовник. Так что давайте сейчас мы побеседуем, послушаем отца Варнаву, каких старцев и старец он встречал на своем жизненном пути. Батюшка, отец Варнава, мы очень рады с вами общаться. И раньше не раз я приезжал к вам, и все семьи, и совета вашего просили, исповедовались не раз. И, конечно, вот что очень для нас значимо, то что у вас и в роду были святые люди, священномученик Герман, и вы общались со старцами, в общем-то, людьми, которые святого образа жизни в лавре. Поэтому, конечно, для нас было бы очень значимо, чтобы вы рассказали, вот, может, немножко про себя, да, как вы обратились к Богу, как вы, или вы уже были верующим с самого детства, как вы пришли к монашеству, потому что не сразу посвятили себя монашеской жизни. И вот про ваших святых родственников, ну и вот про старцев. Конечно, мой путь был связан действительно с строительством Сергеев-Лавры, где я родился в городе Сергеев-Посаде, и с самого детства меня забирали в лавру буквально, наверное, с начала моего рождения. И, конечно, это все наложило впоследствии большой отпечаток, потому что моя бабушка стала первым врачом Московской духовной академии в лавре. Она лечила наместника тогда будущего, патриарха Пимена, и у него же окормлялась. И, конечно, вся вот эта жизнь впоследствии, она сыграла в выборе моего пути. Конечно, замечательные мои дедушки, священномученик Герман, архиепископ Ролам, которые стали новомучениками российскими, прошли тяжелый путь, крестный путь. И, вы знаете, вот все это, конечно, не просто отразилось, наверное, на нашей семье. Батюшка, священномученик Герман Ряшенцев, да? Да, архиепископ Ролам Ряшенцев. А архиепископ Ролам, он тоже прославлен в лике святых? Он за рубежом прославлен, он за рубежом прославлен. И вот один из моих духовных чад, обучаясь в духовной семинарии, одной из таких нецентральных, он специально писал по нему работу, по владыке Роламу. Ну вот, к сожалению, он не смог ее защитить, но вообще идея была такая, чтобы подготовить материалы к его прославлению уже на российском уровне. Вот то, что владыка Ролам, конечно, он тоже был такой в подвижнической жизни и был в Вологодской тюрьме, где вот как раз уже и отошел ко Господу. Да, а священномученик Герман, то, что у вас и икона тоже его есть? Вы знаете, что вот как раз я хотел рассказать о владыке Германе, который был последним ректором Випанской семинарии. Он стал им в такое время, в 1917 году, когда в разных семинариях были восстания. Владыка Герман, благодаря своим трудам, вы знаете, у него, в его заведении не было никаких восстаний, никаких возмущений. И, кроме того, в 1918 году он сам едет на фронт, ободряет военных, вы знаете, и участвует в такой окормительской деятельности с военными людьми. Вот. Ну, владыка Герман, кстати говоря, вот самое интересное, то, что последняя его ссылка была под Сактовкаром, вот, в селе Копчен, в храме казанской иконы Божьей Матери, он пел. Вы знаете, и, конечно, руководил хором церковным, ну, всё равно он был арестован якобы за антисоветскую пропаганду. Это 1937 год, вот, время, конечно, опять-таки, мы говорим с вами, очень для церкви тяжёлое. И, вы знаете, владыка Герман, он, у него есть замечательные письма, которые сейчас вышли, книга писем владыки Германа, вот, где он описывает в них своё пребывание в разных ссылках, в Салавках. У меня даже сохранился деревянный крестик его, значит, работы. Он сам вырезал по ноге себе кресты. И вот один из таких крестов мне передал игумен и стройца Сергия Лавра. Это было, конечно, для меня, игумен Михей, вот, звонарь известный. Для меня это было таким бесценным подарком. Вот, так что вот этот крестик у меня хранится от владыки Германа. И, вы знаете, владыка Герман, он настолько был человеком живым, и в общении, и со своими студентами, вот, и всё привлекало, потому что он преподавал священное писание Нового Завета, и не просто преподавал, а он своих студентов, в то время многие отравлены были духом революционным, вы знаете, потому что таким духом непримиримым, злым, а вот у него как раз он относился серьёзно к преподаванию, к устроению. Вот в этой замечательной семинаре Вифанской, где когда-то проживал митрополит Платон Лепшин, и к её устроению. То есть, вы знаете, его жизнь, связанная с преподавательством, с учением, она, конечно, для нас остаётся примером для сегодняшнего, так сказать, общения с молодыми людьми, потому что как раз его пример является примером духовного обучения молодёжи. Духовное обучение молодёжи, потому что он следил, старался следить за каждым проявлением духовным, и ему было небезразлично. Знаете, они выращивали специальные цветы, замечательное всё, они украсили семинарию, делали ремонты, в отличие от других заведений подобных, где происходили волнения и выступления всякие. Здесь, наоборот, было царство Духа Святаго, и в конечном итоге его студенты очень полюбили. А вот по поводу его мученической кончины, он же как священномученик, что вы скажете? Вот, ну, вы знаете, как печально произошла казнь, вот эта казнь, она произошла как раз под Сактовкаром, и вы знаете, когда расстрелялись ряд священнослужителей, они, это так называемое было дело священной дружины, якобы они выступали против, значит, Советского Союза, на самом деле, конечно, их просто обвинили, и владыка уже готовился к этой кончине, его сопровождала послушница, одна из монастыря Татьяна, вы знаете, которая нам дом принесла монашескую рубашечку владыки Германа, вот. И вы знаете, это было для меня, конечно, когда мы её обнаружили по рассказам моей матери, царственной невесты, Божией Ксении, это было, конечно, для меня большим таким откровением. Вот, и их казнили, их расстреляли, расстреляли, и, конечно, вы знаете, и самое интересное, что до продолжительного времени думали, так как на этом месте стал аэродром, думали, что вообще их останки, они неизвестны где. Но, вы знаете, нашлись благочестивые люди, которые перезахоронили на кладбище, и теперь только встают вопросы за тем, чтобы сделать экспертизу и уже обрести эти мощи. То есть, они на самом деле сохранены, и они специально были, так сказать, в результате такой заботы, заботы людей, они были сохранены, и можно как раз уже, если будет такая возможность, к обретению мощей священномученика Германа. Священномученик, то, что он же епископ, епископ-исповедник, ну, а мученик, ну, как же, сколько он лагерей прошел, Соловецкие лагеря, разные лагеря. Потому что, вы знаете, как, вот иногда мы забываем про то, что, так сказать, вот эти служители церкви, выдающиеся, они, на самом деле, даже в годы Великой Отечественной войны, они сидели в тюрьмах, мы о них забываем. На самом деле, вы знаете, не нужно думать, что вот Великая Отечественная война, и никого не было за стенок, наоборот, они сидели, священнослужители часто ни за что сидели, отбывали сроки в тюрьмах. Поэтому здесь очень ситуация непростая. Ну, вот как раз в 1937 году Владыку расстреляли и группу священнослужителей, и мы сейчас поддерживаем как раз Сыктывкар, служат даже воины, оттуда Господь присылает нам ребят, музыкантов, оттуда из места Владыки Германа. Так что желание у них обрести мощь уже есть. И здесь я, конечно, хотел бы принести особую благодарность военному покору Алексею Леонидовичу, который взял на себя труд и, так сказать, был, получив материалы ФСБ, невиновности полной владыки. Ну, его сначала, он был реабилитирован гражданской властью. Для моих родственников это было большое такое утешение. Ну, и потом священно-мученик Герман был причислен к лику святых в соборе новомучеников в 2001 году. Так что вот таким образом Господь совершил вот это его прославление. Я дам прославление. Священно-мученик Герман, вы знаете, он сопровождает всю мою жизнь, потому что он был очень такой творческой натурой, музыкальной, и поэтому моё решение было с детства посвятить себя музыке сначала. И я пошёл по этому пути. И в конце концов Господь меня привёл именно на путь монашеский после того, когда я познакомился с удивительным старцем, иерарским монахом Моисеем Боголюбовым. И, конечно, вот общение с ним, тем более я последний год был у него, у него келеничал, ну, определил, наверное, всю мою жизнь. Очень, конечно, так необычно, может быть, да, когда монах, священнослужитель, он сочетает не только духовное делание в себе, но и творческое такое, музыкальное начало. И, ну, вот вы про это, может быть, ещё чуть попозже расскажете. И вот вы сказали, что отец Моисея, да, иерарский монах Моисея, но он до схимы был отец Филадельф. Да, отец Филадельф, он доктор физико-математических наук, и вы знаете, мне о нём рассказали, что в лавре есть удивительный старец, которого старец Кирилл называл учёным-монахом, и мне захотелось к нему прийти. И вот вы знаете, однажды, когда я пришёл в сопровождении лаврского рабочего, то после такого лаврского приветствия молитвы святых отец наших, я услышал бас, аминь, и я, конечно, был потрясён, когда вошёл в маленькую келейку. Меня потрясло то, что действительно я увидел старца, причём в таком неожиданном, вы знаете, варианте с очень больными ногами, но удивительного по своей энергии и духовности. Вы знаете, в Келье было огромное количество икон, и самое интересное, что вот эти иконки, они изливали мира святого. Это на меня тогда произвело очень большое впечатление. Прям мироточивые были. Да, 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 да. И вы знаете, то есть вот после этой встречи мне захотелось снова встречаться со старцем, ну и в конце концов завязались уже наши отношения, и вы знаете, получилось так, что мне он настолько стал близок, ну, во-первых, я был потрясён, когда он особенно стал келейником, какое огромное количество людей посещало его, и скольким людям он помогал. Тут были и монашиствующие, и священнослужители, и просто народ, и вы знаете, и ко всем он находил время, хотя спал он очень мало, вы знаете, как предавался Иисусу им молитвой, и особенно, конечно, когда давал духовные советы, он очень удивительно себя вёл, очень удивительно себя вёл. Он никогда не говорил прямо, он делает так, делает так. А он говорит, а как вы считаете сами? И вот когда, вы знаете, приходящий к нему постепенно излагал ход своей мысли, ну вот вы понимаете, говорит, вы почти уже вот цель, а вот ещё. Он как бы вытягивал, но сам ничего не говорил. И когда тот уже начинал завершать свой разговор, говорит, ну вот теперь понятно, как вам нужно поступить. Получалось так, как будто говорил сам приходящий. И когда уходили, такие люди простивцы, они говорят, почему же мы сами до этого не могли догадаться, старец нам подсказал путь, но он нам ничего не рассказывал, и мы сами дошли до этого. На самом деле не сами, а по молитве старца. Ну, и ещё, конечно, вот я хотел бы рассказать о удивительном событии в моей жизни. Я считаю, что это определило мою всю ещё и последующую жизнь, потому что вот владыка Германа, кстати говоря, он был связан и с воинством, и со студентами, когда был ректором Вифанской духовной семинарии, что под Сергием Фасадом. Это эпизод, когда в 1992 году, 21 октября, в Керии старца у нас появился генерал-полковник Игорь Николаевич Родионов, вместе с полковником Черкасовым, будущим генералом тоже, и писателем Алексеем Алексеевичем Яковлевым. И генерал-полковник Родионов пришёл с вопросом главным к старцу. Возможно ли, особенно после того, как распался союз, снова наладить взаимодействие церкви и армии, которое было до революции очень прочным. И старец, помолившись, сказал, что, конечно, это не просто возможно, а необходимо его сделать. Он подсказал, что нужно специально обратиться с соответствующими документами к Святейшему Патриарху Алексею II, что было сделано. И вот это посещение, оно было мне необычно ещё тем, что вдруг, неожиданно обращаясь ко мне, сказал, а вы почему сидите? Вы записываете, это вам пригодится в вашей работе. Я тогда подумал, в какой работе? Дело в том, что вот этот день, он стал историческим в деле возрождения, взаимодействия церкви и армии. Об этом почти никто не знает. И говорят о всяких конференциях, но вот эти конференции, они были уже после вот этой замечательной встречи. И ещё, а это было почти в конце земной жизни старца Моисея. генерал Родионов ещё приезжал несколько раз и интересовался здоровьем батюшки. Но самое главное, что во время этой замечательной встречи уже были намечены пути взаимодействия церкви и армии. Потом как раз тоже вы включились как раз в это. Да, я по благословению батюшки стал открывать, участвовать в открытии за северной пустыни вместе с игуменом Пашвилием, Царствие Небесное. Ну и вы знаете, конечно, это время стал членом Координационного комитета церковь и армия решением Священного Синода. Ну и сейчас идём эту работу. Я у батюшки задавал ему вопрос. Конечно, после вопроса о монашестве, который он с радостью благословил, как же ваши дедушки, конечно, я после окончания уже аспирантуры аккредимии Гнесиных у меня было желание такое посвятить себе монашеству. И Старствие говорит, обязательно, обязательно. Я говорю, только я буду очень рад. Ну и тогда у меня сразу уже встал другой вопрос. Ну, а как же мои музыкальные занятия, как же занятия вот ну, связанные с музыкой. А он говорит, а вы знаете, всё это пригодится. Ну и действительно, последствия это на самом деле очень серьёзно пригодилось, и мы сейчас в результате у нас появился уже свой православный коллектив, свой хор и ансамбль инженерных войск. В 33-е мы скоро будем отвечать. Но самое интересное другое, что сегодняшний день у нас с вами, день нашей встречи происходит накануне как раз 30-летие со дня кончины преснапоминания старца Расхимнаха Моисея. и в день иконы знамени, как раз которую вы видите, старец пришёл в монастырь, в Лавру, и вот как раз именно под этот день уже в ночь на 10-е уже, в ночь на 9-е уже практически старец отошёл ко Господу, мы его привезли из ЦРБ уже в Лавру. И там можем. То есть, он в день иконы Божьей Матери знамени пришёл в монастырь и уже и вечность потом, вечность тоже перешёл на день знамени Божьей Матери. То есть, Пресвятая Богородица она тоже в каком-то смысле такое знамени явила в отношении батюшки отца Моисея. А первый раз, когда вы встретились, вы его ещё, получается, не были даже послушником, да? Да, я не был послушником. Вы знаете, самое интересное, самое интересное, меня очень поразил один вопрос батюшки. Вот. Он каким-то образом знал о моём дедушке. Говорит, вы знаете, у вас же такой дедушка знаменитый. Я так был удивлён, он мне вот этот вопрос задал. Говорит, вы знаете, что, у вас же есть возможность бывать в Лавре, а я как раз в это время преподавал в Тверском музыкальном училище. Ну, и вот я из Твери приезжал после вот этой встречи регулярно встречался с батюшкой, мы общались, ну, а потом получилось так, я, так сказать, закончил свою службу в музыкальном училище, ну, и стал уже уже готовиться к монашеству и принимал участие в открытии в Зосимове. Я где-то вот читал, что отец Моисей, он очень любил музыку, и когда с отцом Кириллом даже вот куда-то он его приглашал, он ему поставил послушать музыку, Баха, по-моему, да, 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 и он, ну, отец Моисей еще только-только вот как раз в монастырь приходил, и он не знал, можно это или нет, и отец Кирилл сказал, что можно, слушай. Да, 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 но самое, вы знаете, интересное другое, интересное другое, и для меня очень было это примечательным. Батюшка, когда мог, он пел в хоре у отца Матвея, и старец Матвеева его тоже, отец Матвеев его очень уважал, у батюшки был бас, потрясающий бас, и когда приходили к нему студенты Московской Духовной Академии, то, вы знаете, всегда начиналось их появление с пением или тропарей, или акафистов, акафисты распевались, то есть, вы знаете, пение он очень любил сам, и, вы знаете, ну, наверное, до последних уже дней своей жизни вот этой земной, он, вы знаете, так сказать, был очень человек удивительным, хотя и очень больным, но, вы знаете, предельно связанным с Господом в молитве и пении, конечно, очень ценил, особо духовно. Хотя, наверное, он не учился пению. Да, вы знаете, ну, вот он очень одаренный был человек, он знал семь языков. Меня он удивил прежде всего тем, что знанием церковнославянского языка. Дело в том, что батюшка мне предложил, мы с ним вставляли Акафист пророку Моисею, но не успели, он отошел ко Господу. Но то, что он действительно обладал уникальными знаниями, и вы знаете, как ученый, конечно, это было, это было особое, так сказать, такой момент, когда к нему приезжали ученые, тогда вот как раз это было время чернобыльской АЭС, и когда очень опасно было участвовать в ликвидации чернобыльской аварии, и ставить Моисей, конечно, специально благословлял вот этих людей, которые, ученых, которые участвовали в этом, и те, кто к нему приезжали, они оказали, они всегда были уже спокойны со своей дальнейшую жизнь, и Господь их не оставлял, так что батюшка за них молился, и особенно, конечно, молился за своих коллег, ученых, которые к ним приезжали, огромное количество, ну и, конечно, огромное, большое количество людей, которые приезжали к нему за советом, приходили. Батюшка, ведь он же до принятия монашества, он же был доктором наук, отец Моисея, и, ну, я даже тему там не могу, вспомнил, он физик, и когда вот он вдруг стал монахом, это же ведь что-то необычное, я читал, что он, последний его, кстати, доклад был посвящен отцу Павлу Флоренскому, который совмещал ученость со священным служением, и вот вы наверняка сталкивались, когда вот какие-то ученые приходили, или наоборот кто-то, может быть, скептически, вот там помните, как-то вот женщина пришла прямо в келью, когда пришла доцент из Московского университета, она пришла, так смотрит, на батюшку, батюшка лежал в сером подресничке, она говорит, вы, конечно, вы, конечно, попы серые люди, я понимаю, он говорит, серый-серый, а вы знаете, что я преподаватель МГУ, он говорит, интересно, а что же вы преподаете? Она говорит, я преподаю вот как раз физику, вот это вообще интересно, давайте, послушайте, а как, по каким вы материалам, как вы готовитесь к лекциям? И вдруг она называет какой-то учебник, он говорит, вы по учебнику преподаете? Да вы что? Я всегда пользовался первоисточником, мы, конечно, как серые, но я, вы знаете, я доктор физико-математических наук, и потом вдруг в конце беседы, он говорит, вы знаете что, но только я хочу вам пожелать, не делайте больше абортов. Она, вы знаете, вся расплакалась, она была потесена тем, что ей сказал старец, об этом никто не знал, и вы знаете, и вот, вы знаете, я увидел, какие перемены в ней произошли, потому что сначала в таком граделивом отношении она пришла к старцу, а потом она была в такой растерянности, вот, она говорит, неужели он так все виден? И вот так она вот покинула телю нашу. Да, и молодежь приходила, приходила, да? Вы знаете, очень много, конечно, вот, конечно, очень много приходило молодежи, особенно студенческой, потому что возникали у студентов в Духовной Академии разные вопросы, и тогда ведь и у людей, особенно, вы знаете, это было время, когда еще не было, был бассейн, Москва, и не было храма Христа Спасителя, и люди до конца не верили, что будет снова восстановленный храм Христа Спасителя. И батюшка специально посылал людей, вот, по субботам, женщин, которые молились, и державной иконе Божьей Матери, которую он очень почитал, очень почитал, и вы знаете, и самое интересное, что первый храм, который был построен, в честь державной иконы Божьей Матери, там, рядом с храмом Христа Спасителя, как раз, вот этот деревянный храм, вот, и, конечно, я был очень рад, что мы с нашим хором, как только вот началось строительство, мы там принимали участие, пели. Батюшка, может быть, вы вспомните, может быть, остались какие-то вот его наставления, да, может, что вот он такое говорил, приходившим к нему. Вы знаете, вот самое интересное, вот интересное, такой момент, он сам был человеком настолько смиренным, вот, мы когда приходили с ним в туристские храмы, к мощам прикладывались преподобава Сергия, он, вы знаете, как, подходили к нему старушки, и они говорят, батюшка, ну, мы знаем, что ты безграмотный, но ты крестик-то можешь поставить? Конечно, конечно, могу. Но вы знаете, он, вы знаете, как, его советы, они были очень такие краткие и очень серьезные. Ну, во-первых, вы знаете, он был за то, что следующая такая проблема была, это прославление царя, мученика Николая, и вот этот вопрос к нему очень серьезно относился, и, конечно, вот здесь были споры различные, и старец считал, что царь должен обязательно быть прославлен, и тогда будет возрождаться Россия. Ну, и мы знаем с вами как раз пример возрождения такого духовного, когда был прославлен царь Николай, и, конечно, это было особое время духовного подъема, но он его предсказал, потому что не все верили. советы, вы знаете, он конкретно прежде всего давал такие, чтобы, во-первых, почитали Божий Матерь, он особенно относился к Божьей Матери, вы знаете, даже, вот представляете, с больными ногами, с терфическими язвами своими, а в морозы иногда у него были кровотечения, и он, вы знаете, ножками одевал сандалии, он даже не мог надевать носки, потому что кровотечили раны, и он поднимался в храм Иоанна Принтечи по такой, так сказать, на такую высоту, и там он как раз, у него было послушание, он принимал записочки, там он читал наизусть последовательным к стону по чищению, наизусть таким удивительным голосом, проникновенным, басом своим, чётким, вы знаете, это было, конечно, для меня большим таким примером. Там ещё кто-то присутствовали, да, и вот когда люди, вы знаете, люди присутствовали, которые готовились к исповеди, и они настолько, он читал поникновенно, они, прежде чем идти на исповедь, они снова слушали вот это всё правило в его исполнении. И вы знаете, иногда духовники нервничали, потому что, почему задерживается народ, а потому что его чтение последовательным к стону по чищению было особым, его потрясающий бас, он, вы знаете, поражал своей такой яркостью, глубиной, вот, и в то же время вот он был очень строгий, очень, очень строгий, и вы знаете, когда он видел, что люди не проявляют должного внимания, он очень их строго одёргивал, очень строго одёргивал. вот с одной стороны, вы знаете, может показаться странным, вот как мы знаем вот этот переворот ГКЧП, у него была традиция, когда он как раз нёс послушание в храме Яна Притеча, он старушкам, которые приезжали на богомоле, давал небольшую денежку, и они потом возвращали на обратный путь. И вот как раз в день переворота он неожиданно говорит, до праздника Преображения вы должны раньше уехать. Они говорят, а как же, вы же нас всегда благословляли после Преображения. Нет, нужно, иначе вам будет очень сложно и в Москву уехать. И мы узнаём вечером с ним, батюшкой, что начался ГКЧП, и бабушки все уехали. Вовремя он их отправил вовремя. И говорит, батюшка, как же вы, не было у него тогда ни мобильного телефона, ничего не было. А он, вы знаете, он святым духом как бы всё восприял и всё это увидел. То есть у него удивительное было такое ощущение. И когда, вы знаете, решили сделать передачу с ним, батюшкино выступление настолько было ярким, и у него удивительная была сила духа. Удивительная сила духа. Вы знаете, духа такого пророческого даже. И когда он преподавал как профессор, я представляю просто, потому что когда в его теле он иногда принимал каких-то учёных, вы знаете, у него иногда голос становился таким удивительным, чётким. И вообще душа была у него молодая. Несмотря на то, что столько у него было болея, и каждая ночь для нас была иногда, мы чувствовали, что она может быть последним. Потому что иногда или могло остановиться сердце, или, так сказать, какие-то другие моменты. И вы понимаете, как? Ведь батюшка умер от онкологии. и в то же время это же ведь заболевание очень непростое. Но он при всём при этом он, вы знаете, умел как-то, он не жаловался. У него было иногда такие состояния, что уже боль невыносимая. Вот тогда мы не знали даже, что делать. А так он всё переносил. Переносил стойко. И вы знаете, он действительно, его путь очень необычен был. С одной стороны, он всю жизнь, она была проведена им в миру. И вы знаете, однажды он мне рассказал свою жизнь, как он жил в миру. Вы знаете, я был потрясён. Я был потрясён, она была практически монашеской жизнью. И в это время гонения на церковь он тайком приходил в храм, и вы знаете, и он удивительный был человек, который действительно пронёс веру даже в дни вот этих гонений, гонений церковных. И когда ему ректор сказал, вот сейчас мы вас делаем академиком Академии наук, давайте оставайтесь, он говорит, нет. И уже, как только исполнилось ему 60 лет, он отправился к Сергею в Лавру, где был его духовник, старец Кирилл, который он очень почитал, конечно, отец Кирилл Павлов, герой Советского Союза знаменитый, которого, конечно, всегда слушался, и который для него всегда был духовным примером. Отец Варнава, вы же присутствовали, наверное, когда он уже переходил в вечность, и я слышал, что были даже некоторые такие знамени, которые связаны с его местом захоронения, с его могилкой, и с кельей, как-то вот такой разительной перемены, которая произошла уже после его перехода. Дело в том, что получилось так, что после смерти батюшки, вы знаете, и вообще вот такой момент был немножко удивительный, когда батюшка отошел ко Господу, приходили, как положено священнослужители читать Евангелие, и все боялись. Вот человек, заболевший таким заболеванием, ну, вы понимаете, когда они входили в келью, а в келье шло благоухание, шло благоухание, настолько это было необычно, когда обычно умирающий человек, он наоборот идет такое тление организма, а тут вдруг такое сильное благоухание, вы знаете, и те, кто читал Евангелие, не хотели уходить, они задерживались сами, если сначала они робко входили, то потом они не хотели уходить, настолько это было все, и вот потом после его кончины, после его захоронения поселился романах, и он сказал, как же старик жил, так холодно, такая холодная келья, как же он терпел в таком холоде, а мы наоборот, любые морозы открывали окна, у нас была такая жара, и эта жара оказывается от молитвы батюшки, от его, вы знаете, особого состояния духовного, и конечно, для нас было большое удивление, потому что мы в этой келейке, когда уже он был на дыре болезни такой тяжелой, мы дежурили с отцом Дмитрием, вот, и конечно, всегда находились, потому что, не дай бог, если что-то случится. И еще есть такие свидетельства, что когда вот его только похоронили, и люди приходили на могилку, оттуда как раз чувствовали, тепло идет от могилы. Да, да, и вот вы знаете, действительно, вы понимаете, как и вот этот день его погребения и сами похороны, они воспринимались как какое-то пасхальное явление, необычное явление. Вы знаете, была удивительная какая-то радость, это настолько было необычно и непонятно сначала для меня, что только потом я понял, что, конечно, батюшка, он как бы, вы знаете, как в таком он был в состоянии духовном, очень светлом, и когда духовнику Лавры на сороковой день приснился сон, что батюшка в таком удивительном облачении с драгоценными камнями, говорит, я, это еще до сорока дней, я сейчас беседовал с царицей небесной, то есть он прошел мотарство. И, конечно, особое отношение к Матери Божией выразил в своей замечательной книге «Заступница усердная». Удивительно, я был свидетелем окончания ее написания, но он единственное сказал, что, к сожалению, я эту книгу не увижу. Он только подготовил все материалы, и вы знаете, конечно, было очень интересно, с какой любовью он все это собирал, делал, и Матерь Божия была всегда перед ним особенно державная икода Божией Матери, перед которой он молился и ее особо почитал. Я, когда учился в семинаре, то помню, как раз приобрел уже изданную книгу «Заступница усердная», посвященную Божией Матери, жизненному пути Пресвятой Богородицы, и я удивился, насколько там вот так вот все собрано, изложено, и очень ясно, так глубоко, и на меня большое впечатление произвела эта книга, и получается, что батюшка, отец Моисей, он весь посвящен был Божией Матери, да, и вот то, что связано со знаменем Пресвятой Богородицы, храм в честь державной иконы, и потом вот уже после смерти вот это такое видение, да, дано было духовнику, что он поклонился Божией Матери. Да, то, что действительно, вы знаете, он в последствии, когда вот мы замечали, мы молились за батюшку, и вы знаете, и каким-то образом он являлся всегда в радостном таком состоянии, в радостном, удивительном, как и в жизни, несмотря на свои тяжелые болезни, он, вы знаете, был в таком всегда состоянии духа очень бодрым. Вы знаете, ну, наверное, за полгода от своей кончины он меня попросил, и я отправился к старице Феодосии Рязанской, он говорит, вы съездите и узнайте, смогу ли я отслужить на Рождество Христово. Я приехал к старице Феодосии Рязанской, она, вы знаете, она погрузилась в молитву и потом говорит, да, на Рождество Батюшка отслужит, а больше служить он не будет. Я так расстроился, приезжаю к нему, и вдруг он так обрадовался, говорит, как? Она такое сказала, говорит, ура, говорит, а дело в том, что ему, врачи сказали, что у него инфаркт, ему нельзя на службу. Он говорит, если старица мне сказала, мы идем на службу. И он как раз эту службу служил в Троицком соборе вместе со старцем Кириллом. Вы представляете, и он, как будто его несли на крыльях. Вы знаете, и удивительный момент такой был. Казалось бы, внешне больной человек, он духовным образом окреп, окреп, и, вы знаете, и был на этой замечательной службе со старцем Кириллом, почищался в алтаре и вышел с этой службы, вы знаете, в каком-то удивительном, возрожденном виде. Батюшка, вот мы видим фотографию, где вы как раз, наверное, с отцом Моисеем, да, вот могли уже что-то рассказать. Да, вот вы знаете, вот как раз это был период, когда старец был пострижен в схему, и, вы знаете, как раз в это время шла работа над книгой «Заступница усердная». И батюшка уже в таком лежачем состоянии всё равно писал, диктовал. И, кстати говоря, у него почерк был, потрясающий почерк, был такой каллиграфический и характерный для нашего времени. Так что вот здесь как раз он, как раз после своего пострига, вот, и здесь как раз мы с ним сфотографировались. Вы знаете, одно из наставлений его было, что никогда не унывайте, никогда не унывайте, и обязательно обращайтесь к Матери Божией и Господу нашему Иисусу Христу. Вот это прежде всего. Конечно, после вот такой встречи с будущим министром обороны, о которой я рассказывал, он вообще призывал всех воинов к тому, чтобы действительно в соединении вот этого, этому церкви и армии, церковному союзу, и действительно по его молитву все это осуществилось, и я впоследствии тоже пошел по этому пути, вот, тем более благословение батюшки было в его келье полученное, и действительно, вот, первое наше, первый наш воинский коллектив, четыре человека, пришли семинаристы, из них четыре поющих, их стали называть их хором сразу. Обычно это ансамбль, если так профессионально говорить, но вот с этих четырех человек уже мы считаем образование нашего хора, потому что потихонечку мы стали разрастаться, потихонечку определяться, и с Божьей помощью, конечно, вот, будем отмечать скоро свое 30-летие по молитвам нашего замечательного любимого старца Иерусалиманаха Моисея в канун, и вот десятилетие мы как раз с вами промыслительно встретились, и сегодня вот эта замечательная беседа в его память, и, наверное, конечно, батюшка видит и радуется, срадуется нам. Батюшка, отец Варнава, ну вот, конечно, отец Моисей, он и направил вас, то есть он и вдохновлял в плане продолжение музыкального творчества, и он же направил вас на стезю вот взаимодействия с армией, вооруженными силами, и, соответственно, вот каким-то чудом, на самом деле, это же не было совершенно, удалось вам создать хор военно-инженерных войск России за веру и отечество. Многие, кто вот из духовных, из духовных учебных заведений шли в армию, они именно вот под ваше крыло поступали, и тут тоже ведь благословение отца Моисея, еще вы с отцом Кириллом общались много. Вы знаете, конечно, для меня общение с отцом Кириллом, оно имело также очень большое значение, особенно, тем более, когда оно было непосредственно связано с отцом Моисеем. Именно меня старец Моисей посылал на как раз чтение иноческого правила в келье отца Кирилла. И здесь, вы знаете, очень интересные были моменты. Отец Кирилл, это действительно удивительная была духовная лаборатория в Лавре, целая лаборатория. Он специально собирал молодых послушников, где читалось правило иноческое, но оно читалось особым образом. Вообще, для меня каждое посещение вот этих замечательных чтений, оно было очень как-то ценно и важно как праздник. Как праздник. Не просто такое вот, просто, так сказать, чтение правила, а именно как праздник. Не потому, что каждый читал что-то, а самое главное, это был духовный такой праздник. И вот я хочу здесь тоже сказать уже об отце Кирилле. Вы знаете, отец Кирилл, он человек был настолько деликатный. И вы знаете, ведь время очень непростое, и он никогда о себе не рассказывал, что он герой Советского Союза, что он, как он пришел к Троице Сергию Лавру, когда у него в гиблине было Божьей Матери во время вот этого сражения в доме Павлова. Вот, вы знаете, и самое интересное, что к нему приезжали фронтовики. И вот приезжали фронтовики к старшу Кириллу. Он их так всегда принимал, вы знаете, очень радушно, и, вы знаете, всем сердцем, как говорится, это особая была статья. И я у них спрашивал, я говорю, ну, вы мне скажите, когда кто-то обратился к нему, вы же герой Советского Союза. Да нет, вы что вы, это не так. он старался всячески скрыть свою принадлежность, а фронтовики говорят, нет, он на самом деле герой Советского Союза, просто он не стал членом партии, и его, вы знаете, тогда его решили уже как-то вычеркнуть из этого советского, так сказать, помянника, так называемого. Он действительно был героем Советского Союза, но, вы знаете, и он остался таким воином Христовым. И, конечно, для нас очень важно, вот мы общались с отцом Кирилом, мы приходили, у него было специально, вы знаете, он принимал послушников на Рождество Христово, вы знаете, с ним обязательно его пожелания. Вот, и когда вот эти встречи, они играли большую роль для меня. Потому, у него настолько пронзительные глаза, я согласен с вами, он никого не хотел обидеть, никогда. Вот, но при всем при этом он очень тонкий был человек, очень тонкий был человек, и вы знаете, он настолько глубоко мыслил, вы знаете, как, то, конечно, конечно, с ним общаться было очень, вы знаете, не просто необходимо нужно было общаться, это как воздух, это был человек в лавре, какой-то под номером один, который батюшка очень ценил, и вы знаете, и когда я пришел к нему, вот как раз тоже батюшка меня послал на фирмонашество, он на меня посмотрел, вы знаете, таким взглядом и говорит, ну конечно, ничего больше не слов, конечно, и вот это конечно, вы знаете, то есть никаких не было каких-то таких пространных бесед, означенных, ну конечно, и вот это конечно, оно, вы знаете, его взгляд один, чего стоил, и все становилось все понятно, то есть он настолько был, вы знаете, его настолько окружал народ, настолько любил его народ со всех сторон, ему бедному пройти нельзя было просто так после службы то есть его окружали люди и он был человеком удивительно простым не смотря на свою значимость не смотря свои заборы и вы знаете раскатывали такой случай было бы когда отец кирилл это конечно было очень давно был к значению в лавре то он бедным людям всем давал кому-то денежку давал но самое интересное именно в это время в лавре было большое благоденствие очень много жертвовали и как только его сняли из казначейства вот по этой причине вы знаете сразу уровень доходов снизился все настолько были удивлены касалось бы понимаете как вот это его щедрота щедрость к людям и внимание и любовь к народу она была безгранична и вот это очень было близко отцу моисею потому что старец кирилл он вы знаете был удивительный человек удивительный человек и конечно мы с вами понимаем как он страдал за нашу страну за россию потому что вот все эти 70 лет гонений они конечно не могли просто так пройти мимо конечно они проходили через через его сердце и приносили ему большие скорби и вы знаете каждое с ним общение она как вы знаете такой бриллиант бриллиант и и каждый раз вы знаете он был чрезвычайно щедро какая-то любая конфетка от него воспринималось как вы знаете великий такой божественный знак утешение от господа я вот немножко застал отца кирилла и даже удавалось в келье у него исповедоваться и при этом было такое ощущение как будто ты в раю находишься любовь или тебя окружал вы стоите и это настолько было удивительно когда вот если мы читаем историю сейчас наконец-то когда действительно он человек у которого непростая судьба и был на фронте участвовал защите нашего отечества и вы знаете когда мы с нашими воинами приехали вот этот город вот где он принимал участие волгоград и нас так печально что там вообще вот у этого дома практически какая-то невзрачная табличка на самом деле обидно что люди до сих пор никак не могут оценить вот того явления которое было и конечно сделать памятную доску замечательного старта да конечно отец кирилл он совсем был немногословие то его в основном такая вот добрая такая добра его отношения любвеобильная больше его жизни например но может быть что-то вот вы можете вспомнить или из его наставление назидали или примеры какие-то вы знаете самое вот то что я могу что меня потрясала в нем это щедрость его души потому что вы знаете я однажды видел такую такой эпизод когда я видел как буквально перейду в операции потому что потом мы все молились когда ему делали операцию вы знаете старец изнемогал ему было очень плохо люди его не отпускали но они этого не понимали вот он прямо держался до последнего и тогда одна женщина году как же вы вы неужели вы не видите что батюшка сейчас упадет а вот и вы знаете и вот он до последнего держался я вот представлял насколько это сложно вы знаете когда человек может уже он из последних сил а он ради людей не покидает их вы знаете вот вот это его жертвенность жертвенность она была потрясающая вы знаете как и действительно этим он очень выделялся выделялся и пока он мог быть ногах он всегда приносил людям утешение и вот этот случай перед его операции когда ему нельзя было долго уже ходить сердцем было очень плохо в конце концов его забрали и от уже отвели в келью потому что вы знаете ну люди не всегда понимали то что насколько ему было очень тяжело и вот я сам был свидетелем вот этого случая когда он практически изнемогал но все равно до конца борясь вот своим недугом он помогал люди да и воды тоже благословлял вас вот на служение которые да 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 и вот вы знаете самое интересное да и вы знаете вот настолько это было для меня для меня было радостно и необычно потому что вы знаете вот в вас купых вот этих моментах духу но духовных на настолько глубоких вы знаете проявлялся его вся натура и вы знаете его связь с небом и он потрясающе его вы знаете восприятие духовного мира и действительно старчество она в эти годы гонений на русскую православную церковь она спасла православие она спасала православие и действительно старец кирилл возглавляя вот это старческое движение в россии во всей он вы знаете освещал вот это небо церковное своей подвижнической жизнью и действительно как истинный волны христов всегда было с богом и справа своим православным народом отец варна вот ну вот получилось так что вы в засимовой пустыне оказались в то время хотя поначалу в лавре да но вас благословили как раз да да и старец кирилл он когда я поехал к нему он говорит и после уже кончины старца моисея он дать можно оставаться в лавре а можно и в засимовой тогда посмотри посмотри и так и так можно закрыть глаза и опять-таки это увидел одну вещь что ему было уже там я его застал не в хорошем состоянии здравия его вот и вот так у нас в последние с ним встреча закончилась можно и так и так он конечно потрясающим потрясающий человек незабываемый старец и конечно вы знаете воспоминания о нем они всегда будут наверно в памяти русского народа и он всегда укреплял и сейчас укрепляет наше православие благодаря таким старцам мы живем мы существуем и вся наша страна когда вы уже вот засимовой пустыне были с кем вы еще вот с какими старцами или старицами встречались вы знаете вот я вам рассказывала я вот меня познакомили составе ци феодосии удивительной сталицы она была прикована к постели но вы знаете вот своей подвижнической жизнью она вообще помогала многим людям и практически нам очень было непросто она всегда нам помогала советами ставится феодосия другая старица в которой мы познакомились святое данилово монастыре это рижская старица поисия которая приезжала на наречения и которая действительно очень помогла помогала нашим хористам молилась за наших воинов специально молилась вы знаете она была сама с музыкальным слухом и и удивительные тоже ставится поисия было на ее отпевание в риге ездил туда по ее кончине за тоже конечно ставится особая и она удивительно появлялась в самых таких иногда на эти моментах неожиданных ночи важных очень важных вот и вы знаете как вот однажды я помню один из таких на на приезжал начальников замполит ему не нравилось почему хор принимает участие крестных ходах и все военные форму это не соответствует вот и вдруг принял старица поисия вот и мне говорит ни с того ни сего на к бы выросла да ты знаешь ты не беспокойся он дать торопыга он убежит москву пока крестный ход он говорит владыку не 100 влады а владык когда его увидел вот мне нужно с вами поговорим вот после после а так как крестный ход был долгим вот он действительно уехал не выдержал и вот как раз по молитвам старицы все обошлось и действительно она знакомилась с нашими воинами их укрепляла духовно однажды вот она когда приехал остались поисли к нам в часть приехала она бы ты знаешь вот срочно обрати на этого воина ему так плохо и действительно вы знаете когда только она уехала я стал разговаривать с этим воином а у него оказалось серьезное заболевание и мы сразу его обратились в санчасти его положили и вовремя оказали медпомощь и она сразу увидел этому так плохо срочно нужно помочь ему видите как то есть и конечно она очень-очень она любила петь сама и конечно наблюдала за формы даже отдельный альбом посвятили старице поисе и другая старица ученые старица это старица игнатия это тоже доктор птизиатр которая спасала раньше очень многих людей и вы знаете в институте птизиатрии она так сказать создала монашескую общину монашескую общину и когда вы знаете меня мне рассказали что это старец очень много знает о засимовских братьях засимовской пустыни и много то вы знаете она настолько строгая она с вами будет не больше десяти минут говорить и вы постарайтесь за это время все у нее узнать надо интересно стариться такая стариться и ну ладно будем молиться и вы знаете я прихожу она жила в московской квартире монахини с монахини марии как высокие леницы я пришел к ним и я говорю матушка вы знаете мне конечно а ей было 82 года 82 годом как же она может помнить уже в таком возрасте память у нее оказалось потрясающе она умерла что с лишним лет ее зашла ко господу я ее приобщался ты крестовых тайн до конца ее жизни приезжал вот и она удивительным конечно было часть так она вы знаете когда я и стал задавать вопросы вы знаете она оказалась с такой удивительной памятью что уникальной памятью что я просто был поражен поражен ее вы знаете такой способности она знала где какие теле были в наших старцев где располагают где они жили монастыре на стать так и было важно для меня вы знаете в общем короче говоря наша встреча поправилась около двух часов кончил закончился на чаем вот и потом нашими отношениями с матушкой духовными то что она ждала когда я ее почищу вот а сама много рассказывал не уникального она матушка богослов она вы знаете у нее были богословские статьи вообще а старчество написала а засимовских старцев писала уникальные вещи и она приезжала даже приезжал засему пустынь когда туда при приехал первые потерях алексей 2 из конечно это было нас большое значение ее при приезд засимую пустынь знаете человека который четко и мог сказать где жили наши старцы и что было и и какие происходили какая происходила ситуация в монастыре то есть она вы знаете было уникальным человеком но так как она занималась туберкулезом той областью который поэтому ее не трогали и самое главное что она стала основательницы обители даже в институте туберкулеза москве батюшка вы столько общались с разными старцами и вы имели вот такой опыт духовные соприкосновения с людьми находящимися вот в реальном таком действительно общении с господом не просто то не по книжкам и действительно опыт реального общения с богом и и конечно вот может быть напитавшись вот этим духом их да вы можете какое-то наставление предложить всем нам нашим зрителям уж люди унывают не знают что нас ожидает как чего будет дальше как нам быть что делать вот отец варнава что вы могли бы посоветовать предложить ну вы знаете сейчас у нас удивительное удивительное время в том что у нас много напечатано замечательных работ работ связанные с новомучениками с историческими материалами и конечно если мы когда изучаем жизнь вот этих замечательных старцев которые так сказать провели нашу страну сквозь большие беды то я думаю что к ним нужно молитвы к ним нужно молиться обращаться и они всегда помогут потому что всегда нам помогает старец и русский монах моисей старец кирилл всегда помогает помогают вы знаете действительно их попечение помогает то есть они с нами и сейчас их нет в земной жизни но они на небе и конечно вот здесь особенно их труды и воспоминания сейчас их очень много слава богу они есть у нас есть возможность купить эти драгоценные книги и почитать их удивительное наставление вы знаете как и конечно вот я говорю мы сейчас понимаем что благодаря старцам почему существовал наш коллектив и я очень рад что вот эти 30 лет скоро будем отмечать концертом в главном храме страны храме христа спасителя от возрождения которого молился старец моисей вы знаете все это так близко вот и конечно мы с вами сегодня имеем такую возможность уже возрождение и в армии в армии духовного конечно все непросто и когда наши воины идут в бой и сталкиваются со страшными событиями то они вы знаете у них меняется мироощущение и они часто уже начинают по-другому смотреть и приходить богу хотя конечно мы сами понимаем что это только начало а нужно чтобы народ еще крепче был связан господом не отходила господом то видите стало лучше меньше стали к посещать храмы я имею ввиду как о каком-то экономическом положении храмов много храму но самое главное конечно я хотел бы пожелать всем нашим людям чтобы они пребывали с господом с нашими старцами и тогда они у них будут очень такие важные вехи следовании по этому пути к господу они не будут в таком состоянии разбитым наоборот их целевоустремленность она будет ярко выражена и господь их и матери божия никогда не оставит но важно чтобы они не оставляли молитву что они чтобы они были в наших храмах и слава богу что сейчас вы знаете есть такая возможность выразить свою любовь к господу к его причистой матери и конечно желательно чтобы это время еще было больше людей которые бы они молились к господу чтобы страшная беда которая сейчас возникла она была преодолена это конечно связано с нашей верой православной потому что сейчас идет битва за православие и набрушиваются удары огромные но вот я считаю что если мы будем следовать заветам наших старцев то мы будем победим благодарим вас батюшка за такую прекрасную беседу раз господь являет нам таких старцев и старец то значит господь все-таки благословляет русских людей не оставляет и нам самое главное наверное надо следовать тоже пути святых отцов святых наставников и наставниц духовных чтобы быть достойными благословения божия но еще вот единственное может быть хотя бы несколько слов вы скажете про свой хор который уже 30 лет ведь его скоро скоро будет будет скоро мы отмечаем его 30 лет 21 января как раз на день инженерных войск действительно вы знаете не было старца моисея уже и не было старца кирилла но вы знаете вот появление вот этих замечательных ставится ставится конечно по если она конечно очень помогала потому что они вы знаете прежде всего обратили на наших воинов обратили на то стали их подбадривать потому что вы знаете как к нам потихонечку стали приходить поющие вы знаете и самое интересное я молился вот ведь 4 человека маленький ансамблик это немного но вы знаете как для людей в то время верующих это было знаменательным что не люди в солдатской форме исполняют песнопения православные ну а потом мы стали заботиться уже то чтобы действительно хор пополнялся действительно сейчас нам уже приходит профессиональные люди которые учатся вот из той же академии российской который я заканчивал и самое интересное то что вы знаете я очень рад лауреат между конкурсов они уже идут нам сознательно чтобы с одной стороны познакомиться с православным творчеством потому что вы знаете мы смотрим различные образцы литургического пения изучаем нам очень важно познакомить наших воинов потому что сейчас церковная музыка она стала исполняться но к сожалению иногда исполнение не соответствует вот духу богослужебного пения вот потому что иногда поют в храмах таких очень крикливо не молитвенно за не понимая так сказать строгости вот этого замечательного пения духоносного не понимает его особенностей и вот конечно мы стараемся наших воинов учить и вот мой ученик он также сейчас является ассистентным стажером кафедры хорового дирижирования михаил семенович мологин он продолжает вот эту работу вместе с нами пишут даже диссертацию вот а духовные музыки на рубежи веков то самое время непростое предреволюционные и как раз мы изучаем и по исполняем произведения иногда которые вообще забыты и на самом деле они очень интересные и конечно этим занимаемся поем духовные произведения конечно и военные военные и сегодня хотели конечно с вами для вас тоже несколько произведений благодарим вас батюшкой давайте действительно уже в завершении нашей беседы послушаем пение вашего хора чтобы это пение стало утешением для всех кто нас видит и слышит христос христос гриб гриб господи иисусе христе сын не может помилуй мигр Кучи сгущаются, Знаю, что в небе кружит вороньё. Знаю, что с коскодом Вместе мы выстоим, Только б не дрогнуло сердце моё. Знаю, что с коскодом Вместе мы выстоим, Только б не дрогнуло сердце моё. Знаю, что снова звонами чистыми Радость святая прольётся в наш дом. Знаю, что с коскодом Вместе мы выстоим, Свету и правде с молитвой придём. Знаю, что с коскодом Вместе мы выстоим, Свету и правде с молитвой придём. Знаю, что силу от Господа главную Мы обретём и воспрянем опять, Только бы веру свою православную Не остудить, сохранить, отстоять. Только бы веру свою православную Не остудить, сохранить, отстоять. Не остудить, сохранить, отстоять. Городица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою, Благословенна ты в женах И благословен плод чрева твоего, Яко спаса родила веси душ нашу. Спаси, Боги, Жизнь, Святого Спаси! Мы перед образом твоим Замрём в поклоне Святая Мать Христа Бессмертного Царя Защита наша, Утешение, Надежда Незакодимая Незакодимая Вечерняя Заря Спаси, Владычице, Святую Русь, спаси! Возди, как прежде, Наго пребя на себя! Настало время Искрыта Нагориси! В небе Стоять Небе Воскрес Вместе Субтитры подогнал «Симон» Вступалась в битву ты за Русь Не сосчитать сражений всех, не сосчитать О, сколько раз незримо с воинством святым Вела к победе православную ты род Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»